Око Москвы. Русский дятел. Эхо холодной войны. Все это о ней. Здравствуйте, друзья, и, наконец-то, в моем канале полноценная дуга. Да-да, друзья, именно так должно было начинаться это видео, поскольку изначально планировалось, что прошлый ролик и этот ролик, это будет фактически одно видео. Однако уже в процессе монтажа стало понятно, что историю дуги надо выделять в отдельный проект. Именно поэтому на прошлой неделе вышел вот такой вот первый ознакомительный ролик. А уже сегодня у нас будет дуга. Сегодня мы гуляем по, так сказать, военной части объекта Чернобыль-2, по гарнизону, по тому месту, где раньше были объекты, принадлежащие воинской части. Забегая вперед, скажу, что следующее видео — это будет гражданская часть объекта Чернобыль-2, и это будет ВНЗ «Круг». Думаю, для вступления хватит. Погнали! Продолжение следует... А первой локацией, которую я хотел бы вам сегодня показать, будет центр космической связи. Это такое достаточно интересное место Фантом, поскольку все официальные источники информации активно делают вид, что никакого центра космической связи здесь не было. Более того, поскольку объект секретный, понятное дело, никаких вывесок и плакатов «Добро пожаловать» здесь также нет, поэтому о реальном назначении этого помещения можно только догадываться. Однако кабель-каналы в полу и некоторые остатки оборудования все-таки намекают, что здание было техническое и имело какое-то отношение к связи. Ну и дополняют впечатления, видимые даже со спутника, платформы на крыше, которые очень подходят под монтаж спутниковых антенн. Идем дальше, и следующая локация – это самое большое здание в гарнизоне, командный центр радиолокационной станции «Дуга». Именно здесь принималось решение, когда РЛС будет включена, когда выключена, то есть когда люди во всем мире будут слышать тот самый звук, давший имя станции «Русский дятел». Поговаривают, кстати, что ушлые ребята в Соединенных Штатах в те времена сделали очень неплохой бизнес на том, что продавали глушилки этого сигнала для радиоприемников. Вокруг самого здания, как вы видите, никаких следов мародерства. Это сарказм, если что. Ну и если открыть дверь, то можно увидеть прекрасный черный квадрат. Если командный центр можно назвать мозгом РЛС «Дуга», то вот это небольшое двухэтажное здание можно смело назвать его сердцем. Именно здесь располагался машинный зал. Те самые компьютеры, которые обсчитывали возвращающийся сигнал, и на основе этих расчетов уже принималось решение, что это – баллистическая ракета или просто мимо летящий самолет. Понятно, что ИВМ тех времен работали еще на транзисторах, занимали огромное количество места и при работе выделяли огромное количество тепла. И когда в прошлом видео я говорил о невозможности эксплуатации данной станции в условиях зоны отчуждения, я имел в виду именно проблему охлаждения этих компьютеров. Дело в том, что для охлаждения использовались огромные массы воздуха, и система вентиляции вместе с воздухом, вместе с этими огромными массами, также засасывала в себя и радиоактивную пыль. А уже вот эти радиоактивные частички могли вывести из строя точное электронное оборудование данной станции. Собственно, именно это и послужило причиной того, что станция была закрыта, оборудование демонтировано и вывезено в Комсомольск на Амуре. И еще одно достаточно культовое и популярное нынче место, находится оно здесь же – это учебный класс. Кто-то говорит, что это и был центр управления, я в это, честно говоря, верю достаточно слабо, все-таки центр управления должен был находиться в командном центре и должен был быть хорошо защищен. А здесь, судя по всему, проводилась подготовка будущих офицеров, офицеров управления РЛС ДУГА. Кстати, до сих пор можно прочитать о характеристиках баллистических ракет потенциального противника тех времен. Продолжение следует... И продолжая тему марш-зала. Вот эта здоровенная конструкция, которая выглядывает из-за деревьев. Опять-таки здесь делаю сноску, нигде об этом явно не заявлено и об этом точно никто не говорит. Но, судя по ее внешнему виду, по этим здоровенным верхним горловинам и вентиляторам, которые в этих горловинах находятся, это и есть, как минимум, основа той системы охлаждения, которая использовалась для РЛС ДУГА. Так вот, посмотрите на ее размеры и можете себе прикинуть, какими объемами воздуха она оперировала. Автопарк или автоколонна. На самом деле здесь комментировать особо нечего. Это просто очень красивое, интересное, атмосферное место. Очень хорошая сохранность объекта. Можно, например, повторить дорожные знаки или изучить карту автомобилестроения Советского Союза. Обязательные в таких местах призывы соблюдать ПДД и технику безопасности. А вот здесь можно посмотреть в блок-схему и понять, почему же у меня все-таки не заводится автомобиль. И последнее место, которое я хотел бы вам показать сегодня, это центр воинской части. Центром любой воинской части является, конечно же, плац, ну и некоторые дополнительные здания вокруг него, вроде штаба, казармы, солдатской столовой, чайной, клуба и так далее. Тут бросается в глаза один интересный момент, связанный с советской секретностью. О том, что это радиолокационная станция, нет ни слова. И столовая, и клуб. Все они от радиоцентра дальней связи. Вот это место очень похоже на солдатскую чайную, как внешне, так и по планировке. Отдельный вход, один большой торговый зал и небольшая подсобка. Ну и милое нашему сердцу наглядная агитация, куда же без нее. Кстати, по поводу секретности. Я даже не удивлюсь, если в военных билетах у служивших здесь солдат вполне честно написали связист, что автоматически сделает этих людей моими коллегами по службе, потому что я проходил службу как раз таки в связи. Ну что, друзья, я думаю, вот здесь я сделаю маленькую паузу, а в следующей серии видео мы с вами уже сходим в военный городок. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои социальные сети. Будьте в курсе всех новостей. Я там выкладываю интересные какие-то фоточки из интересных мест, где бываю, что вижу. Вот такое. Напоминаю также, что можете поддержать канал по ссылочке в описании. А в принципе все. До следующей недели и следующего воскресенья. Пока.